Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я продолжаю прохождение гоблинских карт, и сегодня мы получим первые 150 звезд. К сожалению, я сейчас не могу узнать, сколько лайков вы отставили под прошлым выпуском и выбрать Clash era дня, потому что сейчас нахожусь на каникулах в Турции, а это видео было смонтировано заранее. Но если вам интересно посмотреть, как проходит мой отпуск, то обязательно заглядывайте в мой инстаграм, ссылка есть в описании к этому видео. Там я выкладываю посты и сторис практически каждый день. А если у тебя 11-я ратуша и выше, и ты хочешь сменить клан или найти активный, то обязательно загляни в клан 17 уровня Стопкадр. Ребята проводят набор как раз для активных игроков с крепкой прокачкой, которые хотят улучшать свое мастерство в игре. Помимо доната и помощи от топов клана, в октябре можно будет поучаствовать в розыгрыше Золотого Пропуска для более быстрой прокачки своего аккаунта. Наличие Телеграма или Дискорда обязательно, а также минимум в клановых играх 1500 очков. Если подходишь по критериям, то скорее заходи в клан по тегу в описании к этому ролику. В третьей части прохождения гоблинской карты с восьмого Туанхола мы пройдем еще 8 карт и получим первые 150 звезд, что позволит нам полностью пройти старую карту гоблинов. Ведь я напомню, что карта гоблинов не всегда имела 225 звезд. Поначалу очень долгое время было всего лишь 150, но впоследствии добавили еще 25 карт, которые теперь и дают в сумме 225 звезд. И как раз последние 25 карт самые сложные. Однако игра уже сейчас, начиная с карты Хрустальная корка, рекомендует делать прохождение не менее чем на девятом Туанхоле. Однако, как вы видите, с восьмым Туанхолом пока что тоже все проходится крайне легко, потому что на базе не очень много воздушного дефа, в основном это пушки-мортиры, которые легко убиваются шарами, потому что те им ничего не могут сделать. Как вы видите, мы сначала уничтожаем как раз воздушный деф, а далее уже добиваем все то, что бьет по земле. Используем такую же армию, это шары вместе с мухами. Здесь уже чаще нужно использовать рейдж, потому что нужно побыстрее залететь и быстрее уничтожить строение дефа, ну а потом уже просто добивать. Короля можно по-прежнему не высаживать. Что касается подкрепления, то, конечно, лучше на всякий случай его иметь, но не обязательно высаживать, потому что вы видите, что я многие базы сношу даже половиной армии. На карте Кухонная Раковина по внешней стороне расположено 5 тесел. Вы можете как раз туда высадить короля и под поражатием быстро их снести. Это поможет вам сэкономить время, потому что шарикам не придется туда лететь, и они в это время смогут добивать уже хранилище. Из механики высадки шаров стоит отметить такое стране дефа, как башня мага. Мы помним, что башня мага бьет сплэшем, поэтому нет смысла высаживать все шарики одной группы в одну точку, потому что все они будут страдать от сплэша башни мага. Лучше высадить одну небольшую группу чуть левее и вторую чуть правее. В это время маг отвлекется на одной из групп, и вторая без проблем к нему подлетит и быстро снесет. В таком случае пострадает только одна небольшая группа, а не все шары в целом. Что касается башни лучниц и противовоздушной обороны, то такие фишки на них не действуют, потому что у них точечный урон по конкретному юниту. Поэтому здесь можно высаживать все шары вместе, но не забывайте проверять мины, потому что они могут быть в самых непредсказуемых местах, поэтому лучше все-таки делить шарики на небольшие группы. Немного позже мы дойдем до подобных расстановок. Я максимально постараюсь разминировать базу, показав вам, где какие ловушки находятся, но все равно будьте аккуратны. На карте кружащийся кошмар самое опасное это 2 ПВО и 2 башни мага, потому что у них уже довольно высокий прокачанный левел, а также в центре находятся еще и теслы. Но под рейджем и хилом шары справляются с этим всем делом, и для помощи с башнями мага можно с задней стороны подкинуть еще буквально по одному шарику. Это как раз то, о чем я говорила, когда объясняла принцип игры против башен мага. Еще один важный момент. Всегда проверяйте, какая армия у вас находится в лагерях, особенно если вы проходите карту нон-стопом и постоянно что-то довариваете, потому что у меня из-за таких довариваний получилась армия, где находится 52 миньона. Но даже таким составом получилось пройти мега поместье. Сначала высаживаем по 2 шарика с разных сторон на каждую из башен мага. То же самое проделываем с левой и нижней лучницей. А верхнюю башню лучниц можно забрать с помощью короля. Все это поможет нам расчистить дорогу к центру, и в дальнейшем мы уже высаживаем всю толпу шариков под рейджами. Они залетают в центр, сносят башню мага, также противовоздушной обороны. Здесь можно подкинуть еще один рейдж, и если у вас есть еще шары, то их можно накинуть с противоположной стороны, где стоят пушки. Так как у меня шаров не было, мне пришлось действовать толпой миньонов. В принципе, миньоны тоже довольно хорошая армия, но самое опасное для них это, конечно, башня мага. И хорошо, что здесь башня мага не перестреляла всех, в общем-то мне повезло, но все-таки рекомендую не рисковать, взять поменьше миньонов и побольше шаров. Начиная со следующей карты, игровой домик Пека, я рекомендую брать с собой подкрепление, потому что здесь уже более серьезный деф, и может возникнуть ситуация, при которой вам не хватит как раз-таки тех пяти шаров, которые могут быть в клановой крепости. Поэтому берем с собой подкрепление, также постарайтесь брать короля, потому что он тоже может помочь, и для начала мы сносим то, что находится с правой стороны. Также шарики подлетают, немножко наносят урон пушкам, при удачном стечении обстоятельств, возможно, даже их уничтожают. Если нет, ничего страшного, мы начинаем запускать шарики с верхней стороны, и также можно подкинуть часть шаров вниз. Все это закидываем рейджами, задача как можно скорее снести ПВО из центра, а также добить башни мага. И после этого уже точечно подсаживаем шарики на те стране дефа, которые остались. Это будут теслы и башни лучниц. Также у нас с вами имеется один хил, и вот тут как раз-таки мне бы не помешала клановая крепость для того, чтобы разобраться с базой скорее. Однако сил все равно хватило, но лучше не рисковать. Кстати, до выхода новых гоблинских карт игровой домик Пека была предпоследней картой, которая вообще находилась в карте гоблинов. То есть эта карта уже ориентирована на более прокачанных игроков с девятыми и с десятыми тоунхоллами, но никак не на восьмерку. Хотя мы видим, что даже с шариками пятого уровня эта база в принципе довольно легко сносится. И наконец у нас останется последняя карта из старой версии гоблинских карт, которая называется Башня из Щербета. После ее прохождения у нас будет 150 звезд в гоблинских картах на аккаунте. Так что погнали проходить. Здесь уже хороший лут, хороший бонус и в принципе довольно хороший деф. Поэтому мы меняем нашу армию и теперь высаживаем более серьезную. В составе у нас два голема плюс валькирии. В дальнейшем валькирии будут очень часто фигурировать на прохождении новой гоблинской карты, поэтому копите дарк. Этот будет действительно затратно по темному эликсиру, но зато вы сможете пройти карту и сможете забрать себе обычный эликсир и золото. Итак, что мы с вами делаем. Запускаем два голема, пока на них отвлекается деф, мы запускаем бомберов, они открывают забор и валькирии вместе с королем успешно залетают на базу. У меня в атаке короля нет, но если он у вас имеется, то запускайте его вместе с валькириями. В это время маги забирают хранилища эликсира, которые расположены по краям и с помощью рейджов и хилов вы регулируете валькирии, то есть либо их усиляете, либо поддерживаете их здоровье. Также можно использовать пару луков, которые мы накидываем на красные домики, но будьте аккуратны, потому что там есть мортиры, пушки, они могут дотянуться до этих лучниц, поэтому их высаживать лучше ближе к самому концу атаки, просто как помощь в дозачистке. В итоге у вас хватит силу валькирии для того, чтобы разобраться с базой и они потом еще помогут все почистить по углам. В давние времена, когда еще не было новой гоблинской карты, игроки мучились именно с этой картой, потому что у них никак не получалось ее пройти и перепроходили по несколько раз. Но теперь все гораздо проще, мы с вами знаем рабочий способ, который причем еще очень легкий, здесь не нужно что-то сильно продумывать, просто нужно правильно выпустить валик в центр и постоянно их поддерживать. В итоге сейчас у нас пройдено 50 гоблинских карт, получено 150 звезд. Осталось пройти 25 гоблинских карт, начиная с карты захватчики и заканчивая картой логова дракона. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже без проблем смогли пройти все гоблинские карты. Хочу выразить отдельную благодарность спонсорам канала Александр Легендарный, Дэм Лакомка, Дэм Варгу Супер и Айк за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях, общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео было полезно и интересно. Если так, то не забудь поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!